всем доброе утро к нам сегодня самого утра приехал папа и уже взят в оборот проиграла да так интереснее за то да не всегда надо так и защититься чтобы не хохотал о а говоришь всегда не всегда что ж такое хотя уже почти 9 у меня 1 2 3 4 5 6 7 8 у меня 8 у меня 10 ты что-то меня отгонишь ой два краба осталось я поймаю желтый я буду ловить желтый молодец идем с нашулькой в магазин потому что ну как же приехал папа и папа решил делать сырники как обычно вот он конечно творог привез но оказалось что у нас недостаточно яиц и кончилась мука так что сейчас идем за яйцами за мукой за сгущенкой до машине да вот и видимо у нас сегодня на обед сырники ням-нямка да а еще я простыла у меня насморк ну как не простыла так чисто нос и все сопливый простите за подробности ну ты тоже у тебя тоже нос слегка перекупались мы видим от тобой да наверное вечером наверное перекупались в одежде это точно в одежде Маша сегодня выскочила и сказала дедушка говорит я тоже я тоже купалась в одежде в трусах без ничего а то это так в трусах о мам мох хочу потрогать потрогай мох я уже не трогаю но опять хочу такой мягкий как подушка да да прям не как подушка а как коврик коврик точно папа опять делает сырники но отказывается делиться рецептом говорит что у него тут все на глаз сколько здесь примерно было творога но ты же видел я я видела пакет был творога сколько там килограмм пакет ну около килограмма на этот килограмм сколько муки столько же по объему чуть поменьше чуть поменьше то есть примерно да вот и весь рецепт блин сколько яиц на этот объем но на этот зависит от творога был густой такой рассыпчатый весь поэтому я вбил 4 а если бы он был потому что они их маленькие если страусиное яйцо то нужно одно сахар немножко соли я еще вливаю подсолнечное масло сколько примерно ну для так все зависит от консистенции чтобы консистенция была чтобы полепить их удобно было и чтобы они потом при жарке масло выходит как бы и они становятся такими сочными хрустящими ароматными да а так в принципе ну чтобы полепить удобно потому что иногда на творог зависит все если он жидковатый то муки значит побольше потому что иначе будет жидкое все короче жидкое быть не должно вообще по идее творог и мука 50 на 50 примерно но в зависимости от консистенции верно? чтобы было нормальное комочек чтоб был нормальный как тесто да да но это я так делаю кто то делает из жидкого потому что они так растекают но это нет народ спрашивает именно про твой рецепт именно как ты делаешь потому что чужой рецепт можно найти в интернете на глаз ну вот а там все перемешивается тщательно и съедается прям в сыром видите не успевая долететь до сковородки да в сыром кстати вкусно тоже да? на что тут не вкусно ну да ну какой получается масса прям тесто ну да все да вот такая должна быть консистенция ну я думаю да чуть-чуть мешаю потом на минуту 10 постоит комочки все вот эти конечно да желательно давить в комментариях промелькнул вопрос к прошлому видео почему у меня в руках было два айфона зачем они мне потому что один айфон мой шесть плюс а второй айфон четыре который привезли родители сюда он у нас как бы считается запасной не всегда у нас на даче хорошо берет сеть и не всегда можно дозвониться друг до друга поэтому вот этот вот второй маленький айфон четверка он остается обычно на даче его забирают домой только на зиму на всякий случай потому что у меня мегафон а вот этот маленький телефон у него мтс вот разные операторы у нас ловят по-разному поэтому на всякий случай вот так и беру я его с собой потому что мало ли если не дозвонятся мне то дозвонятся на него вода 23 градуса ребенку все нипочем и водоплавающая и водоплавающая я не знаю я буду не прыгать я буду не прыгать а что ты будешь а вот так вот вот так кайф сейчас я главу буду плыву давай вот он куку вот какая красота золотистая получилась и они такие у них корочка очень жесткие Но не жесткая, она хрустящая Она как у картошки фри, наверное Классные, короче В этот раз папа их попробовал Жарить на топленом масле Сейчас посмотрим, какие они по вкусу Кто-то поливает свои любимые цветочки? Да И какие твои любимые цветочки? Белые, фиолетовые И розовые А как называются твои любимые цветочки? Я уже забыла Флоксы Флоксы А что это мы тогда поливаем ромашки? Поливаем ромашки новые Ну давай Просто некоторые я уже сорвала Хочу, чтобы больше выросло Понятно Так их надо не на цветочки поливать, а у корешка Внизу Мама, ну и дедушка поливал на цветочки Дедушка просто высокий Чтобы не нагинаться, он поливает на цветочки А ты-то, маленькая Тебе можно поливать и под корень Мама, они как? Бьют губами? Корнями Губами Мама, ну они не двигаются Кто, корни? Да Ой, я могу, Маша Показывает на папоротник, который сидит рядом с ёлкой Говорит, а под пальмой крапива Вот он Ребенок Несибирских лесов Под пальмой Пойду поживаю ягоды Давай Кто там, Женя, живет Под бочкой? Кто? Ну от Админь, скажи Дай посмотрю Женя, я не буду двигать бочку Нет Да дай же посмотреть А вдруг она далеко? Женя, ну там лягушка Или кто там живет Или ящерица, я не знаю Или змея Мое? Мое Мое, лягушка моя, да? Моя лягушка моя, дай Да что же там такое? Ну отодвиньте Безобразненько, да? Отодвиньте же бочку Отодвиньте бочку Дайте посмотреть Женя, все должны где-то жить Вот кто-то живет под бочкой Кто-то живет в кустах Ах так, я чуть-чуть посмотрю О, любопытная собака Любопытство 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 Ну? Я вот нюхал, нюхал Не чувствую Да что же это такое? Отодвиньте бочку же Ты подкоп решила сделать? Да И бочку тебя и придавит там Да Не придавит Пошла с другой стороны зайдешь Пошла с другой стороны зайдешь Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!